Был доклад не так давно Никиты Лукашева, одного из наших слушателей, на семинаре современной проблемы математической логики весной. Тоже с кратким введением в теорию множеств и доказательством Гёделя непротиворечивости континент гипотезы и аксиомы выбора. Тоже вполне такой доклад хороший для начинающих, если у нас есть такие слушатели. Но я надеюсь, что в общем все подготовлены достаточно для того, чтобы это слушать. Так, давайте теперь пойдем на следующую страницу. Я кратко совсем напомню историю, тут в это тоже не можем углубляться. Значит, теория множеств началась с Кантера. Кантер пользовался наивным понятием множества, не прибегая ни к каким аксиомам, а используя такое интуитивное понятие множества как совокупности объектов. Ну и Кантер столкнулся с непреодолимой трудностью, а именно с проблемой континума. Гипотеза Кантера, известная континумом гипотезы, состоит в том, что если ее записать так кратко, она состоит вот в чем, что 2 в степени алиф 0 равно алиф 1. Это означает, что мощность множества подножеств для множества натуральных чисел, это 2 в степени алиф 0, она равняется алиф 1. Алиф 1 – это наименьшая несчетная мощность. Конечно, это не совсем честная формулировка, не совсем точная формулировка гипотезы континума, потому что это в предположении аксиома выбора мы можем так вот с алифами это написать. Если аксиома выбора у нас нет, то тогда нужно говорить о том, что не существует множества промежуточной мощности между... Не существует множества, мощность которого строго меньше заключена строго между мощностью натуральных чисел и множеством вещественных чисел. Вот это, собственно, и есть формулировка, которую Кантер давал, что всякое несчетное подножество действительной вещественной прямой имеет мощность континума. Вот, и это, значит, он много лет пытался доказать, так и это осталось проблемой. Гильберт на математическом конгрессе известный список проблем предложил. Математических 23 штуки, и из них проблема континума была первой в этом списке нерешенной проблемой. Следующий результат был получен Гёделем. Ну, я следующий, потому что Кантер кое-что доказал, что некоторое множество там и действительно обладает вот таким свойством. Замкнутый, открытый, там еще некоторый, Борелевский потом был доказан. Вот, значит, Гёдель установил, что континум-гипотезу нельзя опровергнуть в теории множества Армела Фрэнкеля. Ну, в таком виде еще у Гильберта этой теории не было, она позже появилась. Это аксиматическая теория, некоторая точная, значит, что нельзя опровергнуть континум-гипотезу. Но оставался вопрос открытым, можно ли ее, может быть, доказать все-таки, как Кантер хотел. И вот точку в этом, ну, некоторую точку частичную, конечно, поставил Коин в 63-м году. Значит, он доказал, что и вывести континум-гипотезу невозможно. Вот эти два результата, собственно, мы и постараемся в этом курсе изложить. То есть, это некоторый принцип, который нужно, можно присоединить к теории множеств или можно присоединить и, наоборот, его отрицать. Ну, вот, значит, на этом история не заканчивается. Ну, может быть, если я успею, я в конце этого курса еще скажу о том, как, собственно говоря, сейчас дело обстоит. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к формальной части. Так, значит, ну, я предполагаю, что слушатели могут задавать вопросы. Ну, пока вопросов как-то нет по этой части вводной. Ну, тем не менее, вопросы нужно задавать, иначе я не вижу вашей реакции, поскольку мы в злуме живем, то я вообще не вижу, насколько все до сих пор было понятно. Все ли понятно то, что было сказано? Ответьте, пожалуйста. А насколько книга Коэна актуальна для того, чего мы будем делать? Книга Коэна? Кунана, Кунан про независимость. Казательство независимости. Да, ну, тоже источников много существует, да, в том числе, конечно, и книга Кунана, и еще есть другие авторы. Вот, просто нам нужно было на чем-то остановиться. Спасибо. Да. Так, перейдем к аксиомам. Ну, прежде чем формулировать аксиомы, конечно, мы должны сказать о том, что мы здесь, нам нужен формальный подход, значит, мы должны работать с формальной теорией. Формальная теория строится на основе, значит, вот теория ZFC, которую мы, собственно, и будем изучать. Эта теория строится на основе логики первопорядка, значит, соответственно, у нее, как теория первопорядка, у нее есть некоторый язык фиксированный, есть некоторый набор аксиомы правил. Значит, язык, как обычно, это принято в логике первопорядка, значит, в языке имеется некоторый набор символов, значит, имеются символы переменных для начала, предметных. Ну, чтобы не расходиться с обязательным курсом, мы будем разделять переменные на свободные и связанные. Это свободные, это связанные. Пишем AB, такие буковки, а здесь пишем XYZ для связанных переменных. На самом деле, это различие, ну, поскольку мы в синтаксис мало углубляемся, это все не очень важно, ну, надо на чем-то остановиться. Значит, теперь знаки сигнатуре у нас принадлежности, равенства и логические связки, как обычно, там, отрицание, импликация, дизъюнкция, конъюнкция. Ну, еще мы можем использовать вот это как сокращение, эквиваленция, квантеры имеются. Ну, скобки, как всегда, там, для того, чтобы формулы строить. Вот, собственно, все. Ну, дальше идет определение формулы, значит, атомарная формула. Термов тут, собственно, нету, тут только переменные вот термы. Атомарная формула. Это такой очень простой язык. Значит, атомарные формулы – это просто принадлежности. А принадлежит В, такого вида. Ну, а дальше строятся формулы по известным правилам с помощью связок и квантеров. Квантер, значит, вот так вот навешивается. Давайте вспомним, что если у нас есть формула вида фи от а, где входят некоторые свободные переменные а, то мы можем тогда ее заменить на связанную переменную и построить вот такие формулы. Так, теперь надо сказать про исчисление предикатов, хотя на самом деле оно нам особенно не понадобится. Может быть, там в некоторый момент придется, значит, про это поговорить, но я надеюсь, что мы обойдемся без углублений в этот синтаксис. Значит, пишем, давайте сюда теперь. Аксиомы. Исчисление предикатов в этой сигнатуре. Ну, какие тут аксиомы? Значит, имеется тавтология или список пропозициональных аксиом. Ну, тут по-разному это все можно делать. Ну, аксиомы там такого вида. Пишу первую. Ну, и еще там 10 аксиом стандартных. Вот. И потом аксиомы специфические предикатные для любого X. Fiat X. И еще вот Fiat A. И аналогично с существованием. Еще имеется правило modus ponens. Ну, и дальше еще либо правила Бернайса добавляются, либо мы должны еще некоторые взять вот такое правило. Это уже, так сказать, детали. Значит, либо можем взять вот такое правило обобщения. Ну, тогда здесь нужно еще две аксиомы. Значит. Вот это и аналогично с квантером всеобщности. Если ПСИ не содержит X. Ну, и, соответственно, для квантера. Ой. Не прописалось. ПСИ не содержит X. Это такие, значит, известные принципы внесения квантеров через ампликацию. Так, вот. Значит, это то, что касается исчислений предикатов. Но у нас еще есть равенство. Вот. И поэтому добавляются аксиомы равенства. То есть, исчислений предикатов у нас с равенством. Значит, я не буду выписывать рефлексивность, симметричность и транзитивность. Равенство. Давайте мы это пропустим. Думаю, что все слушатели достаточно хорошо владеют записями такими. Вот. А еще некоторый принцип, который нам понадобится, что можно заменять на равные. В атомарной формуле можно заменить аргументы на равные. Но это будет... У нас атомарная формула имеет вид только принадлежности. Поэтому эта аксиома запишется в таком виде. Значит, тут стоят квантеры по всем переменным. И здесь... Ну, формально, конечно, тут нужно написать был немножко не так. Но я... Значит, имеется в виду, что квантеры по всем переменам, которые здесь встречаются. Значит, если заменить х на х штрих, а у на у штрих. И мы знаем, что х принадлежит у, то и тогда х штрих принадлежит у штрих. Вот, собственно, все, что мы про равенство должны сказать на уровне логики. Но когда в дело вмешивается уже теория множеств, это уже дополнительные аксиомы, которые, кроме исчисления предикатов, у нас появляются, то, конечно, тут у нас появляется еще одна аксиома равенства, аксиома объемности. Так, я сейчас тогда попробую это... Сейчас я покажу... Ой... Так... Так... Ага... Вот, и сейчас я покажу список аксиом тех. Так, видно, да? Или первые... Так, вот аксиомы теории ЗФЦ. Значит, некоторые комментарии, потом мы более подробно еще на всем остановимся. Значит, первая аксиома объемности, она говорит, что если два множества состоят из одинаковых элементов, то они равны. Вот, на самом деле, конечно, верна импликация в обратную сторону, но это из аксиома равенства следует. Если два элемента равны, то принадлежность любого ЗФЦ к ним равносима. Вот. Дальше идут... Вот вы в этом списке видите, значит, две аксиомы отмечены звездочкой, потому что на самом деле они выводятся из остальных. Но нам удобно их тоже добавить, потому что, ну, с ними удобнее работать. На самом деле, это, конечно, теорема, которая следует вот из остальных аксиомов. Значит, аксиомы существования... Как они следуют, это я сейчас поясню чуть попозже. Значит, аксиомы существования пустого множества. Ну, вот эта вторая аксиома, значит, она говорит, что существует множество, у которого нет элементов. Вот. Здесь вы видите тоже знакомые, наверное, вам аксиомы пары. Существует множество, которое состоит из двух элементов Х и У. Для любого Х и У можно построить такое множество. В том числе, если Х и У равны, то, конечно, будет одно элемент. Объединение, значит, множество, которое состоит из... Элементов, элементов некоторого множества. Значит, аксиомы степени множества, подножеств. Аксиомы выделения, которое выделяет из множества некоторую часть при помощи формулы. Дальше тоже, я думаю, известный вам аксиом бесконечности, который так вот записан у нас, значит, если ее формально, более формально записать, она так вот должна выглядеть. Ну, и здесь нужно Y равно пустому расшифровываться вот так. А и это равно объединению, это расшифровывается и с использованием аксиом пары и объединения, о чем я дальше скажу. Значит, здесь написано известные вам тоже, я надеюсь, аксиомы бесконечности, которые утверждают, что существует индуктивное множество. То есть, содержащее пустое, вот эта первая часть, и вторая часть вместе с каждым Y, оно содержит еще вот такое множество Y с плюсиком. Y плюс одноэлементное Y. Следующая аксиома замены. О ней мы там отдельно будем говорить. Известная тоже, я надеюсь, вам аксиома выбора, что на каждом множестве, которое не содержит пустого, можно выбрать функцию выбора. То есть, она выбирает из каждого элемента по элементу. С каждого элемента X выбирает по элементу. Еще есть аксиома регулярности, которую я здесь не написал. Ну, ее на самом деле, значит, можно добавить для удобства, но про нее мы будем говорить позже. Вот это список аксиом теории Цермела Френкеля. И аксиома выбора тоже к ним добавляется. Так, собственно, вот этой теорией мы и будем заниматься. Теперь я хотел бы подробнее поговорить про эти аксиомы еще. Ну, и дальше мы перейдем уже к ардиналам. Спасибо. 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 Так. Так. Значит, сейчас, когда мы будем говорить уже про аксиомы дальше, нам удобно будет использовать классы. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Классы. Значит, класс – это техническое понятие. Что такое класс? Так, в теории множеств, в этой Цермел-Фрэнкеле никаких классов нет, конечно. Значит, это некоторая фигура речи, на самом деле, а не точное понятие. Значит, предположим, что у нас есть некоторая формула. Формула, зависящая от какой-то свободной переменной А. Допустим, других переменных нет в этой формуле свободных. Хотя, на самом деле, нам придется рассматривать еще ситуацию, когда там есть. Вот. Но для простоты дела сейчас ограничимся этим случаем. Значит, мы хотим вот рассмотреть все иксы, которые удовлетворяют эту формуле Фи. Значит, это мы, так сказать, рассуждаем. Значит, мы рассуждаем содержательным, как бы, так сказать, не внутри теории множеств, конечно. Внутри теории множеств мы не можем такую штуку построить. Значит, вот мы хотим рассмотреть все икс, такие, что они обладают свойством Фи от икс. Давайте скажем, что вот эта формула у нас определяет класс. Обозначим букву икс. Класс. Но, к сожалению, нам хотелось бы, чтобы было следующее, выполнялось следующее свойство, которое называется аксиомосверт. Существует y, такое, что для любого икс. Икс принадлежит y. Тогда и только тогда, когда Фи от икс. То есть, хотелось бы, чтобы вот это вот х большое было некоторым множеством y. К сожалению, если эту аксиому добавить, то получится противоречие. Вероятно, Кантор так и понимал множество, что вот всякое свойство задает множество. Но не получается. Если мы возьмем аксиому свертывания и объемность, вот две самые простые аксиомы, сразу получается противоречие. Почему? Ну, кто-нибудь, наверное, может про это уже сказать, потому что это в обязательном курсе было. Почему вот добавление аксиомы дает противоречие? Скажите, пожалуйста. Ну, есть парадокс про Добрея, наверное, что-то про это. Парадокс Рассел. Это Никита, да? Нет, это Александр. Александр, да, хорошо, да, спасибо. Вот, есть парадокс Рассела. Ну, на самом деле, про Добрея, так сказать, это его формулировка такая, не теоретика множественная. На самом деле, вот если взять вот такой класс, класс Рассела, он множеством не может быть. Иначе там немедленно возникает противоречие. Вот, вот этот вот R не может быть. Ну, и тогда получится противоречие. Значит, на самом деле у нас в теории некоторые есть собственные классы, которые множествами не являются. И есть множество. И есть множество. Вот. Можно, конечно, такую теорию сформулировать, другую теорию множеств, в которой можно было бы о классах говорить. Здесь у нас сейчас говорить мы не можем про них, конечно. Так, admit. Значит, мы внутри теории не можем про это говорить. А вот можно такую теорию, конечно, построить, в которой есть и классы, и множество. И там между ними некоторые различия проводятся. Вот. Это, так называемый, один из вариантов этой теории Геодоля-Бернайса. Но мы ее не изучаем в этом курсе. Так. Ну, хорошо. Значит, использование классов нам, однако, помогает. Значит, потому что некоторые аксиомы, которые были вот сейчас показаны, они на самом деле имеют вид аксиом свертывания для разных свойств. Ну, например, вот аксиома пары. Это тоже частный случай аксиомы свертывания. Потому что аксиома пары, она говорит, что для любых множеств x и y, ну, так я напишу, на самом деле, нужно два кванта. Существует такой z, что вот этот класс тех u, которые равны x или y. Ну, вот здесь, кстати сказать, уже класс, зависящий от других множеств. Вот тут здесь вот я рассматривал простой случай, когда в этой формуле только одна переменная. Но вот это случай уже, когда тут несколько переменных, это тоже, конечно, допустимый класс с точки зрения просто терминологии. А аксиома говорит, что такой класс всегда является множеством. При возможных x и y это будет множество. И это множество, собственно, и есть пара, неупорядоченная пара, состоящая из царинка. Ну, и, конечно, одноэлементное множество тоже сюда попадает. Ну, и я напомню определение упорядоченной пары. А может быть, вы, опять же, слушатели мне скажут, как это определяется. Так, можно вот еще раз, кто уже отвечал. Вот это Александр, да? Можете сказать, какую порядоченная пара появляется. Ну, это множество, в котором лежит x и y, и еще одно множество, в котором, например, лежит элемент x. То есть это множество подсказывает, какой элемент первый. Да, ну, вот так. Ну, обычно пишут так, хотя можно и x без скобочек написать. Значит, нужно взять неупорядоченную пару и еще сказать, какой элемент первый. И здесь имеется вот это свойство замечательное, что две упорядоченные пары, если они равны, то тогда они могут быть равны только, если у них равны координаты соответствующие. Вот. Если такое определение взять, то получается такая теорема. Уже в теории из этого в цену. Простенькая такая теорема, что для любого x, для любых всех вот этих вот, так вот я напишу, короче, чтобы не писать эти четыре квантера. Значит, вот это выводится. Так. Упражнения, которые там в обязательном курсе входят. Теперь про объединение. За счет опара. Теперь с аксиомой объединения. Объединение, если посмотреть на эту аксиому, если на нее посмотреть, то она будет как раз говорить, что, вот, к сожалению, я не могу одновременно показать и то, и другое. Значит, придется еще раз к ней вернуться. Минуточку. И посмотрим на нее там. Вот аксиома объединения. Здесь говорится, что у нас множество имеется y, который состоит из всех z, которые обладают этим свойствами. То есть, вот это вот свойство, это и есть φ. Вот то, что здесь написано. То есть, класс некоторый является множеством. Так же, как и в аксиоме этой. И в аксиоме этой тоже самое. Вот. То есть, это все частные случаи аксиома свертывания. И, кстати, вот и эта аксиома замены, она тоже такая. А вот эти две бесконечности выбор, они аксиомы другого совсем типа. Так, теперь я вернусь туда. Так, посмотрим. Значит, объединение. Объединение икса. Это множество таких. Забыл, что там было. Объединение икса. Это множество таких z, что существует у... Я напишу это покороче. Ну, на самом деле, это, конечно, нужно... Это сокращение, я думаю, понятно всем, что это конъюнкция. Вот так вот. Будем пользоваться таким сокращением. Значит, объединение, ну, тоже известно, почему это так. Потому что у нас, вот, если взять x, как множество вот этих кружочков, то объединение – это все, которые попадают в какой-нибудь. Вот все вот эти вот точки всех. Вот. Это все z, для которые в какой-то у из икса попадают. Так, ну, и теперь у нас, конечно, мы можем сказать, что такое объединение двух множеств. Объединенное с b – это... Если у нас уже эти аксиомы есть, значит, что такое будет объединенное с b? Скажите, пожалуйста. Это пара и взятое объединенное. Пара, да, а, b, и что? Объединить. А, и... И взять ее объединение. Да, конечно, конечно. Вот. То есть мы можем это корректно определить. Ну, и, конечно, мы можем определить, что такое уже неупорядоченная там тройка. Теперь это будет что такое? Может, я бы сказать... Такое аксиом у нас нет, про тройку. Но зато из других это следует сразу. Объединение на элементах множества. Как? Объединение множества, которое только а содержит, только b и только c. Объединение множества, которое... Как вы говорите? Объединение чего? Но два мы умеем объединять. Да. Но объединим два и объединим с третьим. Вот. Значит, нужно взять... Ну, не два. Нужно взять... Я же не про это спрашивал. Я же спрашивал... Это то, что вы говорите, это вот это. Нет, нет, нет. Объединить множество, которое содержит только а, с множеством, которое содержит только b. Вот так? Да. Нужно не так, конечно. Ну, можно... Ну, да. Можно так и объединить. А можно вот так сделать. Да. Можно и так. Можно и так. Ну, короче говоря, если мы умеем объединять два, то можно объединять и три. Соответственно, можно строить тройки, десятки и так далее. Вот. Значит, это тоже понятно, как определить. Хорошо. С этим мы поняли. Так. Теперь степень. Ну, там, я думаю, что особенно тоже много ничего не нужно. Значит, единственное, ну, вводится это обозначение p от x. Я, правда, сегодня писал раньше p просто. Ну, в общем, обычный p вот так пишут. Значит, p от x – это множество всех подножеств множества x. И вот это априорный класс, но аксиома нам говорит, что всегда этот класс является множеством. Ну, и, наконец, теперь мы и ходим к аксиоме выделения. Значит, если на нее посмотреть, аксиома в отделении говорит следующее, что для любого x существует y множество, которое состоит из всех элементов этого x, обладающих свойством φ. свойства φ зависит от z и x, может быть, тоже. На самом деле, конечно, там, может быть, еще, могут быть еще другие переменные. Значит, на самом деле, аксиома пишется следующим образом, которая была написана там без квантера для краткости. На самом деле, тут еще нужно поставить квантер по всем остальным переменам и написать вот так ее. Значит, это аксиома выделения. Там на слайде по-английски было, но это по техническим причинам мне было удобно по-английски писать. Значит, для любого x существует y, такое, которое состоит из всех элементов икса. Значит, здесь вот z принадлежит x и φ. Ну, и φ тут мы не уточняем. Значит, оно зависит от x и y и еще чего-то. Но главное тут нужно, чтобы это определение все-таки работало нормально, что это φ не зависит от этого y, которого мы определяем. Значит, y не входит в φ. Иначе там, конечно, противоречивые определения можно дать. Вот. Значит, это вот аксиома выделения. Вот она. Так. Теперь давайте на нее посмотрим немножко по-другому. давайте рассмотрим вот этот значит, если аксиомы нет, то и x нет, то тогда мы можем просто рассмотреть множество таких z, что φ от z. Ну, на самом деле, здесь еще x ходит, но это не важно, как бы это не влияет на то, то, что я сейчас рассказываю. Значит, возьмем вот этот класс. Априорный – это класс. Так. Что нам говорит эта аксиома? Что если мы этот класс пересечем, возьмем не все эти z, а только те, которые входят в x, то получится уже множество. значит, вот тогда c, пересеченное с x, множество. Значит, аксиома выделения тем самым означает, что пересечение, если взять вот маленькое множество x, класс, он очень большой всегда. так сказать. Если взять большой класс, пересечь с маленьким множеством, то получится вот это вот тоже окажется множество. Вот, собственно, что говорится. Можно по-другому на это посмотреть. Можно сказать и так, что если у нас есть огромный класс, априорно это класс c, и с другой стороны нам удалось доказать, что этот класс содержится внутри какого-то множества, то тогда c это тоже множество. вот. Значит, ну и обратная картина, если у нас некоторое множество содержит собственный, если класс содержит собственный класс, то он множеством быть не может. Вот, наоборот. Вот, почему, а как это следует из предыдущего? Ну, очевидно, что если c содержится в x, то c пересеченное с x равно c просто. c пересеченное с x это у нас всегда множество, значит, тогда это тривиально следует из того, что из аксиома выделения. так, ну и в частности, тогда, если у нас аксиома выделения есть, то мы можем сразу доказать, что вот такой класс, универсальный класс, который состоит из всех множеств, универсальный класс v, это класс всех множеств, которые обладают ну каким-нибудь тривиальным свойством, которое всегда у нас выполняется, например, x равно x. Можно еще какую-нибудь написать формулу, которая всегда верна. Вот. Собственный как это доказать? скажите, пожалуйста. Это тоже было в обязательном курсе, но как-нибудь. Так, давайте я кого-нибудь спрошу. Только, правда, тут не видно, не все свои имена поместили. Так, сейчас. мы можем сказать, что он содержит класс расла, который собственный. Да, можно сказать, что он содержит класс. А это кто отвечал? Скажите, пожалуйста. Егор Мурганов. А, Егор, да. Хорошо, да. Вот. Из-за того, что R содержит содержится V. Значит, это собственный класс, уже мы знаем все, значит, все, что больше, естественно. Универсальный класс собственный. Теперь давайте вернемся к пустому множеству. А вот пустое множество, вернее, априорно, если давайте аксиому пустого множества отбросим и посмотрим, докажем, что она выводится из всего остального. Пустой класс, это вот, давайте его определим, это класс иксов, которые обладают наоборот невозможным свойством. Ну, например, что-нибудь вот такое. x не равно x. Но можно еще опять же написать ложную форму. Почему это множество? Так, ну, теперь вот не Егор, а кто-нибудь еще скажет. Кто еще может объяснить это? Вот синим квадратиком, это кто? Скажите, пожалуйста. Вот я вижу тут кто-то из слушателей имеет эмблему синий квадрат и без подпись. Это кто? Назовите, пожалуйста. у меня просьба такая, в общем, в дальнейшем все-таки помещайте свои имена, потому что так трудно, иначе будет мне вести диалог, а он нужен. так. Так, а вот это вот и это Илья, правильно я понимаю? тоже. Вот есть Андрей Шутов, скажите, пожалуйста. Нет, ну, если наше определение пустого множества, что для любого Y из этого пустого множества он не принадлежит вот в задном нами множестве, просто потому что для множества, в общем-то, это не выполняется вообще нравственно. Сейчас, сейчас, вот смотрите, значит, давайте, значит, вот это вот класс, вот этот вот, да, это класс, в котором нет элементов, да? Да, 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 почему такой, почему вот такой класс является множеством? А, в этом вопрос, я понял. В этом вопрос, это же ниоткуда не следует вообще-то. но это вообще не очевидно, потому что если хотя бы одно другое множество существует, то это явно множество, потому что она его подмножество. Вот, вот, вот. А мы знаем, а, у нас же бесконечное множество существует индуктивное, да, все понятно. Нет, 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 значит, нам здесь это действительно не... Нет, нам нужно существование хотя бы одного другого множества. Да, нужно существование множества, значит, нужно для того, чтобы вот это вот доказать, Нам нужно существование некоторого множества. Теперь вопрос, почему существует множество вообще, хотя бы одно? Как это следует из аксиом? Вот, значит, давайте на этом тоже остановимся. Это некоторая тривиальность, но тоже надо это хорошо понимать. Значит, почему вот это вот можно доказать? Существует такое х, что х равно х. Ну, фактически вот так. Существование хотя бы одного множества. Это следствие даже не теории множества, а это выводится в вычисление предикатов. Вычисление предикатов доказывается, что существуют предметы. А как это доказывается? Ну, например, мы можем вот так вот, если вот эта формула у нас используется. Здесь мы можем опять же другую формулу взять. Значит, для любого х, х равно х. Это у нас аксиома. А вот это вот доказывается, что если для любого х что-то, то существует х. Это тоже следствие вот такое вот из аксиом исчисления предикатов. Так что это строим какое-нибудь множество х, а пустое – это его подножство. Пустое – это подножство всякого множества. Так, теперь вот у нас чат. О, вот тут очень много всего люди пишут. Собственный – это тот, который не является множеством. Правильно пишет Лена Мирошниченко, да. Собственный класс, который не является множеством. Так, и теперь как получилось, что В не является множеством? Потому что Р не является. Да, все, значит, если… Да, 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 да. Да, все правильно тут диалог действительно происходит. Абсолютно верно, да. А почему Р не является множеством, спрашивает Надежда, да? Так, значит, а это вот парадокс Рассела известный. Потому что это вот как раз то, что… Вот этого не бывает. Значит, если бы это равнялось какому-то Y, то мы бы не могли ответить на вопрос, верно ли, что Y принадлежит Y, или верно ли… Или Y не принадлежит Y. Потому что если Y принадлежит Y, то оно должно попадать сюда, значит, тогда получается так. А если оно не принадлежит, то оно должно принадлежать. Значит, вот эта вот конструкция, она не может быть никаким из этих маленьких X. Поэтому такого множества не существует. Вот в чем дело. Вот. Ну и похожего рода конструкции можно еще так напридумывать. Тоже таких же вот ведущих противоречия. Вот. Интересно тут вот что, что это достаточно поздно все было понято. Кантер там много лет развивал теорию множеств, не подозревая о таких вот, значит, таких вот трудностях. И, насколько я знаю, он так этого парадокса и не осознал, по-видимому. Вот. Но довольно скоро, после того, как этот парадокс был открыт, уже стали пытаться формулировать аксиомы различные. Ну и с разной степенью успеха. Вот. Значит, тем самым вот у нас такая вот получается как бы двухуровненная система. Но на самом деле она формально все-таки есть только множество. Классов у нас в теории нет. Так. Ну, хорошо. Значит, да, спасибо. Значит, в чате здесь тоже некоторые вещи происходят. Идем дальше. Так, чат. Так, теперь как вот этот чат закрыть? Что-то вот у меня тут проблемы большие просто с... А, вот, все, я понял, чат я закрыл. Так, теперь у нас следующее на очереди. Аксиом бесконечности. Вот. Аксиом бесконечности, разумеется, значит, здесь вот Дмитрий не совсем правильно говорит. Значит, аксиом бесконечности мы можем формулировать только после того, как у нас пустое множество есть. Давайте еще раз на нее посмотрим. Значит, сейчас я тогда тут стоп-шир сделаю. Сейчас. Ой. Что ж такое-то? Минутку. Исчезло это все. А, во-во-во. Стоп-шир. Вот, смотрите. Аксиом бесконечности. Вот она. Здесь вот встречается пустое множество. Поэтому, как бы, без той аксиомы она вообще не имеет смысла даже. Непонятно, о чем говорить. Ну, и здесь, как вы видите, участвует это формально, это не формула. А это тут формула с некоторыми сокращениями. Y равно пустому. Это нужно понимать вот так вот. Что, ну, тут, правда, для X это написано. Ну, что у Y нет элементов. Или можно... Ну, да. Ну, надо написать, что у Y нет элементов. А здесь вот используется объединение двух множеств. про которым мы уже объясняли, как это строится. Значит, это множество элементами, которые являются элементы Y или Y само. Вот это вот все нужно расписать, и получится аксиом бесконечности. Значит, таким образом здесь сказано, что есть множество индуктивное, у которого элементом пустое, и, значит, вместе с каждым оно содержит еще вот это множество с плюсиком. Так. Ну, и, наверное, вы помните, что имеется наименьшее индуктивное множество, которое и является множеством натуральных чисел ОМЕГА. Значит, ОМЕГА – это наименьшее индуктивное множество. А существует оно, потому что нужно взять, тут опять аксиом выделения используется, нужно взять какое-нибудь индуктивное множество, X. Это индуктивное, то есть оно содержит пустое, и дальше вот все вот эти вот натуральные числа, которые вот так строятся. И теперь возьмем ОМЕГА, выделим как часть. Это наименьшее, состоит из всех элементов X. Значит, ОМЕГА – это множество таких Y из X, таких, что Y сейчас написать здесь вот написать вот точно, что это, как оно строится. Для любого Z, если Z индуктивно, то Y принадлежит Z. Вот так вот, применив аксиому выделения, мы построим вот этот вот наименьший кусочек, который и будет множеством натуральных чисел с точки зрения теории множества. Следующее, что нам нужно, нужно еще поговорить про аксиому подстановки или замены. Там используются функции. Значит, давайте тут опять же вспомним, что такое функция. декартовое произведение вспомнить. Значит, декартовое произведение, значит, ну, это вот уже некоторая теорема, которую я не дам, значит, про пустую, потому что тоже была, конечно, теорема, но простенькая. Ну, здесь чуть-чуть нужно на небольшое. Значит, да, перед этой теоремой придется дать определение. Значит, что такое декартовое произведение двух классов? Вот тут мы можем для классов прямо определить декартовое произведение. Значит, это множество всех, множество всех, упорядоченных пар, составных из элементов класса А и класса Б. Прошу прощения, а если мы определяем это как декартовое произведение классов, почему мы говорим, что это множество? Мы не говорим, что это множество, это класс. Вы говорите, это множество. Нет, 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 я оговорился, значит, прошу прощения. Значит, это класс, который задается вот этим свойствам. Значит, ну, на самом деле, формально это, конечно, тоже не совсем так. Значит, вот давайте я напишу поточнее. Множство таких z, что существует такой x из А и существует такой y из Б, да, что z равно паре. декартовому произведению x на y. где вот это вот расшифровывается таким образом, что это z равно множеству тех. Ну, здесь надо уже другую букву написать. Вот. Множество упорядоченных пар, которые составлены, значит, стоят из элементов x и y. Теорема не очень трудная, значит, там аксиомы степени нужно использовать. ну, это я пропущу. Теперь дальше мы определяем, что такое отношение. r отношение. отношение – это просто множество пар. Ну, если мы про классы говорим, то класс пар. Значит, если r – это подкласс вот такого вот, v на v. v на v – это тоже некоторый класс, как можно показать. тоже такое упражнение, не очень трудно. Что, так сказать, если взять все такие пары, то, конечно, это собственный класс получится. Вот. Значит, а отношение, как класс, это просто класс, состоящий из пар. У любого отношения мы можем рассмотреть область определения, то есть первые члены этих пар и множество значений, которые или так обозначаются, или вот так вот. Ну, давайте напишем все-таки, что такое дом r на всякий случай. Сейчас это кто-нибудь опять же протиктует. Так, можно еще кого-нибудь попросить? Ну, тут вот не все. Не всех я вижу, к сожалению. Такие иксы, что иксы, да? Как? Ну, это икс. Икс, да, такие же, что существует и Y. Такое, что порядочная пара X, Y икс. Правильно, да, конечно. Вот. Это первый. Ну, и, соответственно, вторая проекция точно так же. Вот. Обратные отношения можем определить. Ну, тоже понятно, значит, нужно перевернуть эти все пары. и теперь что такое R отношение на классе A. На классе A. Это значит, что R подкласс Декартового произведения. А на A. Тоже нам понадобится. Так, следующая теоремка. если у нас дано уже R отношение как множество, поэтому маленькая буква, то его область определения и область значений тоже множество. Ну, это, конечно, такая вольная запись. Нужно писать, что существует X, такое, что X равно дом R, маленькая, для любого R, если R отношение, ну, там, длинно это все расписывается. Вот, упражнение тоже не очень трудное на самом деле. Так, чат появился, минуточку. Какое строгое определение класса? Тоже Надежда пишет. Так, а может кто-нибудь ответить? Какое строгое определение класса? А можно вопросом ответить? Да, пожалуйста. Вот правильно понимать, что весь этот разговор о классах это просто сокращение времени, чтобы не говорить, что вот можно записать некую формулу просто в языке теории множеств, а потом доказывать, что какие-то свойства записываемые на этом языке определяют множество? Именно так, да, именно так. То есть, это просто сокращение времени для того, сокращение времени, да. Вместо того, чтобы говорить про формулы, мы говорим про класс. А внутри теории множеств нашей формальной никаких классов нет. Там просто нет такого. Там это вот эти все утверждения про то, что класс В собственный. Это будет теорема такая, что не существует такого Y, что Y состоит из всех множеств. Вот что это такое будет. То есть это класс мнения неправильно. Класс это не множество элементов, а это совокупность элементов. Но мы не знаем, она может не быть множеством. То есть внутри теории может не быть такого множества. Поэтому там приходится говорить только о некоторых конкретных формулах каждый раз. Вот это вот некоторое неудобство. Нам приходится, чтобы говорить про классы, выйти за пределы формальной теории. Так вот дело обстоит. Но можно считать, что просто никаких классов не существует. Просто формула от одной переменной. Да, да, да. Можно считать, что никаких классов не существует. И нам для интуиции просто легче оперировать с кулаками. Просто говорить об этом легче. Да, да, да. А вот если бы мы жили бы внутри теории множества, мы ни про какие бы классы ничего не понимали, конечно. Таких слов не понимали бы. Вот. Это важное, конечно, замечание. Ну и поэтому Гёдель, собственно, и решил сделать. Давайте классы прям введем внутри, внутрь теории. И посмотрим. Вот у нас есть два типа объектов. Множество и классы. И посмотрим, какие аксиомы это все регулируют. Можем так сделать, да, тоже. Так, хорошо. Теперь я убираю. Так, значит, здесь вот так. Ну и, наконец, нужно сказать, что такое функция напоследок. Потому что там вот используются функции. А что такое функция? Функция – это отношение тоже, но с некоторыми специальными свойствами. Значит, функции у нас тоже такого классового типа бывают. Значит, нам удобно рассматривать функции класса. F – это, значит, отношение. Ну, то есть это F. Вот такое. Это множество пар. Функция. Если. Опять же, это определение такое внешнее. Значит, это некоторый удобный способ. Удобная фигура речи. Так, если что, давайте, может быть, это опять кто-нибудь скажет. Попробуем сформулировать. Так, вот Андрей, можно вас попросить? Ну, во-первых, что… Так, ну, формально, да? Да. Ну, во-первых, для любого… Для любого X из DOM F существует Y из IMF, такой, что Y в порядочной паре лежит в F. Вот это условие нам не нужно, потому что мы просто взяли некоторую произвольную функцию. Дом у нее получится сам собой. А, да, наоборот, я хотел сказать. Я хотел сказать, что, в общем, для любого просто X из DOM F, из DOM F, да, в общем-то… Так. Да. Значит, существует единственный Y. Ну, тут существует единственное, у нас нету, мы можем это переписать. Ну, это в логике мы можем предикат записать. Да, да, что Y из IMF. Нет, нет, не так немножко. Y должен быть образом X. Значит, нужно вот так написать. Ну, да. Если точнее, то порядочная пара. Вот. Нужно вот так написать. Вот. Но тут можно это покороче сказать, потому что DOM нам, собственно, мы здесь можем не использовать. А можно сказать следующее, что для любого X вообще, если и для любого Y штрих, если XY из F и XY штрих из F, то Y равно Y штрих. Вот это то же самое, только логически то же самое получается, но просто короче записанное. Вот. И что мы здесь видим? Значит, как мы смотрим на функции? Функции – это на самом деле то, что называется графиком вообще-то в математике. Значит, функция – это множество пар. То есть график функции, а отношение – это просто множество пар. Значит, отношение является графиком функции, если для любого X найдется единственное Y, если найдется единственное Y, в которое в этом графике лежит. Вот. Ну, время у нас закончилось на сегодня. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? твоё, Этоство.